в Москве, ну, под Москвой там ближайшем, и на Литвичке часто ездил в Москву, и мы так однажды с ним пересеклись, товарищ пророчек, отец дьякон уже, да, значит, и он уволился из армии, и рассказал мне, да, что, да, значит, на твоем же личном деле было написано верующий, поэтому он как бы вот тебя икнобил, ты последние полгода особенный офицер, вот, и хотел дебильный камень вперед сделать. Вот, при поступлении туда на галпахту, конечно, все отбивали, почки, печень, все отбивали, вот, значит, там, кровью хракалку и все, вот, значит, и очень жесткий у нас был, будем так говорить, галпахта была очень жесткая, вот, у нас были там ребята с Кантемировской, с Таманской дивизии, значит, и они говорили, что московская галпахта, по-своему, с вашей, это урок вообще, санаторий, вот, и, и, значит, что происходило, еще делали, там, варим, туда два-три ведра воды наливали, и совок хлорки, и закрывали, допустим, вот, то есть это травить хлор, это все, это быстро сана не теряешь очень, вот такая башка, потом, значит, и, значит, короче, многие вещи, хотя, вот, там, 30 лет, но до сих пор сложно, честно говоря, даже так вот чисто, ну, так, по-человечески очень сложно вспоминать, как выжил один Бог только знает, полтора месяца не спать, не есть, не пить, значит, почти не пить ничего, там, пол кружки наливали этой жижи такой, в нормальных условиях нормальный человек стошнется, вот, а там даже это пьешь, потому что больше нечего вообще, абсолютно, вот, вот, значит, и сутки отмечаешь еще, когда только нового рода в коров заступают, и к тебе в карте заходит офицер, и, понимаешь, еще сутки прошли у тебя, вот, а так полумраки постоянно, вот, в цементном мешке, вот, такая, вырабатывается такая гаострофобия, и, в общем-то, ну, так, с ума сходишь, короче, вот, и я взмолился просто, молиться нельзя было, еще сутки добавляли, вот, но, с другой стороны, я благодарен Богу за ту школу, карцер стал моей школой, молитвенной школой, потому что я освоил безмолвную молитву, и даже безмолвный крик, когда ты попишешь Богу, а нельзя даже слово сказать, просто в упыль, и это очень сильно, вот, да, одним словом, вот, в таком состоянии я видел видение тогда, я взмолился Господу, я просил Иисуса, чтобы помог мне, потому что, я говорю, Христос, я же христианин, кому еще мне обращаться вообще, вот, просто-напросто, а с этой гао-квафты меня должны были отправить в дисбат, сказали, в полтора года, вот, а там деби ногами вперед сделать обещание, начальник этого дисбата Московской области был его, моего офицера, родной дяди, вот, и они там, вот, ребятам уже делали деби вперед, ну, вешали, и потом списывали просто, и все, вращали вверх, вот, ну, это довольно жестко, в 80-е такие жесткие были советские еще годы, вот, и, понимаете, ну, многие другие вещи буду сейчас рассказывать, даже многим даже сейчас, мне самому не верится, что я это пережил вообще, честно говоря, даже самому не верится, прошли уже сколько-то годы, и думаю, что странно, вот, и вот, и я взмолился безмолвно, да, взмолился к нему, вспомнив одно чудо, о котором я читал, вот, и я вообще до армии, только библию читал в основном, вот, и у меня, ну, с 83-го года у меня библия была моей настольной книгой только, то есть у меня других книг не было практически, вот, только это была моя книга, вот, и, ну, первые строки из библии были из книг по научному атеизму, потому что в 12 с половиной лет у меня была встреча с Богом, об этом рассказываю, там подробно есть видео, вот, как я пережил с ним встречу, момент смерти я умирал, от пневмонии умер, двусторонний оба легких оттекли, наступила смерть, и, в общем-то, вот, так вот, а потом вернулся, и был исцелен, к тому же еще и воскрешен, и исцелен, вот, но самое потрясающее произошло, конечно, эта встреча с ним, незабываемая встреча с ним, с Богом, и, которая изменила всю мою жизнь, и, да, в общем-то, моей жизни уже и не было, потому что там уже закончилось, и вот, значит, и, но перед нами я еще кроме библии еще читал некоторые жития святых, просто тот священник, к которому я ходил, пожилой священник, отец Иоанн, вот, он, значит, мне давал некоторые книги еще на прочитку, вот, и давал, значит, некоторые там жития святых, и вот, я читал, и там вспомнил эпизод, я в карцере вспомнил эпизод из жизни, ну, Георгия Поведоносца, и там, значит, есть эпизод, когда его, Георгия, жестоко избили, бросили, значит, в каземат, и он должен был умереть там, вот, а если выжили до утра, то его должны были утром казнить уже, и вот, каково же было удивление, там пишется, что, когда легионеры эти римские, когда открыли каземат, они увидели этого офицера, подвержившегося репрессии, значит, да, за Христа, они увидели его живого, здорового, целого, невредимого, вот, и Георгий ему объясняет им, что, значит, что к нему туда пришел в этот каземат Иисус, и его полностью исцелил, ну, чем они были свидетелями, что он был исцелен полностью, идет. Эти солдаты понимали, что он их за это по головке не погладит, но они покаялись, они кричали «Великий Бог христианский», вот, и они исповедовали Иисуса Христа, вот, в тот же день их казнили, этих ребят, этих солдат, этих, вот, значит, но эпизод мне запомнился, вот, именно этот эпизод, и он вспомнился мне, и я поздравил Богу тогда, чтобы, ну, Христос, я же христианин, кому, ну, вообще, кому мне еще простить, вот, и некого просто простить уже. И, знаете, видел видение. Поначалу думал, что с ума сошел, потому что, ну, как бы уже, думаю, наверное, похоже, вот, как исходят люди с ума. Представьте, целый месяц я не видел, в том времени месяц уже находился в карцере, вот, сил никаких уже не было, физических вообще полностью, ноль, как выжатый лимон. Значит, и, и знаете, вижу яркий свет, не электрический свет там в коридоре, нет, нет, а ярче, намного ярче свет, вот, ну, вместо стены передо мной просто яркий свет, но яркий, невозможно себе представить, какой яркий. Но самое интересное, он не резал глаза, он не ослеплял, и даже когда закончилось видение все это, то никакие зайчики глазами не бегали. Меня это, как художник, очень сильно удивило, я же тогда, главное, учился в школе, в училище художественном, заканчивал училище Орбовское художественное. Вот, и всегда любил игру света и тени, вот, но тот свет меня, чем удивил, он проходил насквозь и не оставлял ни полутонов, ни теней, ничего, он насквозь проходил. И, и он теплый он был. Месяц я, ну, просто уже весь проберз уже, одним словом. Такое состояние невероятное. Единственный способ там было разогреться, это немного поприседать, отжиматься чуть-чуть, чтобы хоть немного кровь разыгралась. Вот, а так ты просто хронически весь полностью промерз уже. Вот. И в таком состоянии этот свет у меня согрел. Притом так согрел он, что вот я еще там пару недель оставался в этом карцере. Вот. Но я не остывал. То есть я был теплым. И даже когда меня туда освобождали, я был теплым. О чем дело. Вот. И этот свет меня, как бы, не знаю, накормил, напоил, не знаю, как назвать это. Сделал мне такой, как будто я выспался вообще. Еще пару недель, но я не хотел ни спать, ни есть, ни пить, ничего. Не потому что я привык уже к этому. Нет, это другое состояние совсем. Это не привычка. Мое тело было довольно. Как будто я выспался, поспал хорошо, поел, значит, попил. И даже когда оттуда меня освободили, я еще был в части, зашел, к себе, в часть. Вот, значит, и помылся все, значит, и пошел в столовую, поел хорошо. Сделал солдатский бутерброд свой. Когда, знаете, батон вот так вот режешь, вот так вот. И туда масло, сахар, сверху нападуешь еще было. Вторую половинку батона. Вот настоящий бигмак такой был. Много чая. Первый, второй, и вот такой большой бутерброд еще. Вот, значит, и у меня не было никакого внезапра, таких шелк, ничего. Представьте, полтора месяца не ездить, значит, и сразу что-то съесть, значит. И как будто бы организм уработал, как будто бы это нормально было. То есть, как будто это, ну, обычно, хоть бы что-то. Вот, значит, то есть этот свет меня согрел и накормил, напоил все. Но самое удивительное было дальше. В этом свете был еще ярче свет. Хотя, представьте, еще что-то ярче было невозможно мне до того. В этом свете еще ярче свет. И это был Иисус. И он шел и улыбался. И приближался все ближе и ближе. А у меня, как он приближался, не просто внутри уже все тепло. У меня аж горячо. У меня аж как будто бы все кишки, вот все внутренности на правую баню поставили. Как будто кипятят. Вот у меня все аж клокотало. Но не больно. Вот, хорошо. А он, вот я счастливых больше в жизни не видел. Вот таких вот, как он счастливый. Счастливый, как паровоз вообще. Довольный. Вот он идет, значит, и руки вроде так вот, вроде как обняться хочет. Вот. Ну, ряса, не ряса, но не в черном он лежит. Ряса. Все-таки, да. Все-таки, да, все-таки какие-то, да, ряса есть тоже. Вот. Ну, одним словом, все вот это светлое, но оно не режет. Оно даже не жмуришься, значит, абсолютно. Вот. И знаешь точно, это Иисус. Вот. В том небесном измерении, там не надо думать, кто это, гадать. Знаете, там информация совсем по-другому распространяется. Как вспоминать, помним, вот те ученики, да, что вздремали, потом проснулись и видят, о, Иисус, и он с двумя товарищами какими-то. Они не гадали, а может быть, это все-таки там тот или тот, не-не-не, это, наверное, все-таки тот, нет. Они сразу знали, все трое свидетели, все знали одно и то же. Это тот, это тот. Там сразу все знаешь, что почем. И вот он приближался, и чем ближе, то, одним словом, потом и перестал видеть, но ощущал это потрясающее его присутствие, оно там не выветривалось, как говорят, знаете, вот, еще две недели, да. Вот, и когда 2-4 часа в сутки, 7 дней в неделю, две недели подряд, я только улыбался. Вот, когда меня тут освобождали, у меня вот эти мышцы болели идти. Как боем плен, знаете, просто улыбался. Не, ну, раз в сутки я пытался сделать серьезное лицо. Когда рота в крыло вновь заступала, я слышал, там дверь открыли, там открыли камеру. Думаю, сейчас ко мне зайдут, чтобы не подумали, что я рехнулся здесь. Я понимаю, это серьезное учреждение, как бы, моя ситуация, вроде бы, она такая очень серьезная, такая даже трагичная. Вот, поэтому я должен, соответственно, как бы, ну, как бы, держать марку, как бы. Значит, я пытался сделать серьезное лицо с ноткой трагизма, может быть, даже, но, видимо, не верю. Видимо, мне не верили. Потому что я еще себя сдерживал. Во-первых, я пытался не улыбаться. Вот эти минуты, пока заходил офицер ко мне, значит, чтобы, ну, нормально выглядеть в его глазах в этой ситуации соответствующем. Вот. Во-вторых, я себя еле сдерживал, чтобы мне не броситься не обнять его. Мне хотелось так, чтобы он тоже почувствовал, что я чувствую. Но, видимо, они и без обнимашек чувствовали все это. Потому что они туда выходили, как буквально, знаете, вот. До того, они были хозяев положения, а здесь, как будто ко мне в офис заходили. В большом, по-начальному, по-кому-то. Чуть не извиняюсь вообще. Вот. Мой доклад не выслушивали, просто быстро-быстрый, как раз, и уходили. И все. Ну, и я восстановлялся, снова улыбаться просто. Когда-то они уходили. Вот. И вот так в этом, в этой атмосфере Божьей был. И уже, значит, в конце 91-го, начало 92-го года уже даже, когда в Москве часто бывал, я, будучи священником в Рязани тогда, как раз в конце 91-го, стал священником в Рязани. Вот. И общаясь вот с тем дьяконом, я узнал бывшим прапорщиком полка, значит, секретной части полка, штабером всегда, значит, и узнал такую историю. Оказывается, тот мой командир, он спрашивал, а ты не знаешь, как раз, ну, чем закончилась вся история твоя? Я говорю, я не знаю. Я пришел в часть, помылся, пошел в столовую, поел. Я, ну, больше пол полка никого не знаю, там все люди новые, когда приехали, молодые. Вот, значит, пришел в расположение рота, там парень будет на тубочке, кто-то дедушка, а я заросший, грязный, полтора месяца, как из окружения выходил. Я знаю тебе, вот, значит, да, значит, и пошел в столовую, помылся, все, значит, потом снова вру, а что делать, не знаю. И позвонили со штаба полка, явиться мне, ну, думаю, ладно, что скажем, скажем, дисбат, дисбат, значит, мне, мне, как бы, знаете, вообще такое спокойствие такое было абсолютно. Вот. Даже еще там, в карцере находясь, у меня такая мысль была, даже если в дисбат, даже если вот в ад пошли тебя, и слава богу, будет как будто рай. Вот с таким Иисусом это будет рай просто вообще. Ну, ладно, вот, и меня освободили, все, документы вручили мне, вот, самому последнему, из всех последних в полку, моего призыва давно уже не было, уже, значит, уже, еще полтора месяца назад все уже, фактически уже уехали, уже, а я был там, в этом карцере, вот, значит, и проводили меня на КПП, и все, только меня видели. Я даже не оборачивался, как жена лота, вот, знаете, я все еще, ну, ну, как, грибну сейчас, скажешь, да, Жорев, постой, учит, есть еще дело к себе. Не-не, все, я ухожу, ушел. И знаете, друзья, значит, кто-то сказал мне, что офицер-то погиб. Он хотел тебе ногами вперед не сделать, а получилось так, что сам, оказывается, он уволился ногами вперед. И я понимал с того времени, я, когда это все слышал, есть тот рассказ, который я не знал, эту часть, который я не знал, но который там в штабе полка обсуждали, в общем, там, бурно. И, кстати, тот прапорщик бывший, он сказал, что одно из, вот, один из толчков, послуживших ему, вот, к тому, чтобы, вот, уволиться и пойти по церковной стезе, это была твоя история, вот, как раз вот тогда. Вот, потому что, ну, большинство офицеров у нас в полку, я их снабжал, там, новыми заветами. В советское время достать это было очень трудно, там, по 25, по 50 рублей тогда, и то не достанешь нигде. Вот, офицеры мне складывались, а я там через связного своего батюшку местного доставал эти новые заветы. Вот, и они там, конечно, офицеры-коммунисты, все были, все, да, но спрашивали меня, всегда интересовались Богом, верой, Христом. Один из офицеров, где там майор, спрашивал все время, а что, Жюльев, точно там ад, рай есть, Бог, суд будет. Я ему говорю, да, товарищ майор, точно есть. Эх, черный, у меня большие проблемы, говорит. Но я ему говорил, товарищ майор, ну, как бы, не все потеряно еще, вышли живы. Вот, надеясь, что он принял решение однажды в жизни, тоже правильное, как и другие офицеры. Вот, и скажу так, что Христос Иисус, он действительно Господь и Спаситель. И в какой бы ни были бы мы ситуации, в какой бы ни были бы мы, вот, не знаю, перед ряги, там, испытания, его имя, оно превыше всякого имени. И пред именем Иисуса все склоняется. Благословляю вас, дорогие друзья, благословляю во имя Иисуса Христа. Давайте встанем, друзья, завершим молитвы. Отец, я благодарю тебя, Бог Святой, во имя Сына Твоего, Аргенса Твоего, Иисуса Христа, моего Спасителя Господа. Благослови народ свой миром, благослови Господь и сегодня, и в вечности. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь Светом лицом Своим И помилует Тебя. Да против Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, благословен Ты, Царь Вселенной, сегодняшним днем и всю эту неделю, Боже, учи нас, наш дорогой учитель, наш наставник, благослови народ свой миром, благослови народ свой провозглашать в этом городе имя Иисуса Христа. Пусть в крепасе проставляется имя Господа Иисуса Христа. Пусть пред именем Иисуса склоняется всякое колено и по доброй волюшке склоняется. По доброй воле, по любви. Боже, во имя Иисуса. Пусть, Господь, свершаются чудеса Господь в сердцах тысячи-тысячи душ. Господь, и те люди, что получили приглашение на семинар, я прошу Тебя, Боже, пусть их сердца не ожесточатся, но откроются для Твоей благодати, Господь. И пусть эти дни семинара будут днями спасения, освящения, покаяния, днями освобождения тысячи-тысячи душ, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребываются всеми нами. Аминь. А то без смерти Иисуса Христа. Слово Господь, чудесное время. Скажите, есть у нас гости сегодня? Если вы впервые в собрании, попрошите руку, пожалуйста. И признаются. Хорошо. Скажите, правда же, невозможно не влюбиться в такого Спасителя, который творит такие чудеса. Это невероятно. И это только мизерная часть того, что Он на самом деле делает. Хорошо, помолимся о нуждах. Я верю, что это еще одна возможность прославиться Богу в наших жизнях. Аминь. Поэтому мы приносим к Нему эти нужды. Поэтому пишем записки, чтобы Он взял и прославился через эти решения сверхъестественные. Отец, благодарим Тебя. Благодарим за эту возможность сегодня быть с Тобой. Писание Твоего, Слово Божие, говорит, что Ты позаботился еще прежде нашего рождения о том, чтобы все в нашей жизни было, все необходимое было в нашей жизни для жизни и благочестия. И Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Боже, поэтому прямо сейчас мы забираем эти благословения, мы принимаем от Тебя, как этот подарок, из-за жертвы Иисуса Христа. Принимаем эти подарки сейчас в свою жизнь. Решение каждой из этих нужд. Аллелуя. Решение всякой проблемы. Мы принимаем исцеление, мы принимаем изменение обстоятельств, как свидетельство Твоей славы. Аллелуя. Для нас, Господь, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Действуй сверхъестественно в нас. Прославься, Отец. Аминь. И слава Богу. Давайте поблагодарим Богу за это время. Мне спасибо тебе. Спасибо тебе, слава Богу. Спасибо тебе, за что ты был с нами. Благословлял, наполнял, насытил нас собою. Благослови наш путь сегодня домой. Прославься в нас, Отец. Во имя Иисус Христа. Благослови. Благослови наш путь сегодня домой. Благослови наш путь сегодня домой. Прославься в нас, Отец. Слава Богу. Благослови наш путь сегодня домой. Благослови наш путь сегодня домой. Аминь. Церковь, Богу, безславит вас. С мира поздни. С мира поздни. Аминь. Слава Богу. Так что, с Богом, благословение Господне. До связи. С Богом. А, виду, я. Да, а камеру можно включить, да, уже? Да, все.